Всем привет, уважаемые зрители и подписчики! С вами Крестоносец и сегодня мы продолжаем прохождение стратегии команды Сканкьюрер Дженерал. С предыдущей серии с великими предосторожностями мы смогли уничтожить базу JLA, но коварные террористы в отмеску взорвали дамбу и мощный поток воды, уничтожив мост, нарушил сообщение между нашими двумя базами, между двумя берегами реки. Я был готов к этому, создал уже три аэродрома, загруженные полностью истребителями стелс, переместил на противоположный берег вертолета Каманчи, снайперов и теперь мы готовы принять основной удар с главной базой JLA. Посмотрим, были ли все эти предосторожности напрасными или нет. В этой серии мы узнаем, сможем ли мы на максимальной сложности победить основные силы глобальной освободительной армии. Поехали! Так, у нас здесь есть крестоносец, сразу его отводим вот сюда вот, подальше от вражеских сил, вижу я здесь ракетчиков и вражеские тоннели. Так, от ракетчиков мы избавились, теперь сможем избавиться и от тоннелей. Кончайте, Каманчи их. У нас есть бульдозеры, которых мы отведем подальше. И у нас есть целая толпа пехоты. Отлично. Здесь еще также две вышки нефтяные находятся, захватив которые мы получим стабильный приток ресурсов, которые нам еще понадобятся, возможно, в этой миссии. Давайте снайперов переместим сюда. И крестоносца с этими ребятами тоже переместим вперед. Сейчас же! Так, захватываем быстрее вышки. Я здесь командую! Готов здесь, ты! И снимем их отсюда! Каманч на свяжке! Баги! Вражеские танки идут в Азаку. Я знаю свою тропку. Но их атака заканчивается пока что нечем. Интересно, в каком месте она уязвима, учитывая, что мост-то разрушен, они теперь сюда не смогут вообще пройти. Так, ну ладно. Пока будем контролировать вот здесь вот проход с стелсами. Внимание, обнаружен скат-шторм. Ого! Вот про что я и говорил, ребята. Вражеский скат-шторм. У нас опять здесь гости. Террористы нас засекли. Теперь атака пошла в нашем направлении. Но мы не дремлем. Танк-крестоносец готов. Так, здесь нужно создать бы еще Каманчей побольше, для того, чтобы оборонять возможные подступы к нашей базе. Ну, баги не должны прострелить. С другой стороны, им не хватит все-таки дальнобойности. Пару вертолетов создадим, оставим на базе. Так, и снова вражеские баги. Никак не оставят нас в покое. И сразу сваривают. Вы посмотрите на эти наглые рожи. Так, ладно, уходим. Снайпер на связи. Нужно найти скат-шторм, потому что время идет. Хорошо. Так, того чувака он что-то достать не может, слишком близко подошел. Давайте вертолет мне достанет, значит. Воздушное перекрытие в пути. Так, кстати, вот скат-шторм вражеский, который мы пытались найти. Таким вот образом с ним разобраться. Я думаю, что мы разберемся вот так вот с ним. Сейчас мы кидаем сюда удар штурмовиков А-10. Опа, к нам зенитка поехала. Это очень плохо, значит перемещаем вперед пехоту. Снайпера назад. Он примет удар. Они примут удар зенитки, а наши командчики... Подразделение потеряно. Ее уничтожили. Вот так мы разобрались на одной позиции тингеров. Вижу все. И сейчас мы сможем, я думаю... Никто не видел. Они прорвали периметр. Уже идут. Так-так-так-так-так-так. Вертолеты мы, кстати, можем использовать и с другой стороны. Нужно вылететь с другой. С другой стороны. План у меня оформился. Я думаю, что мы даже командчими сможем уничтожить скат-шторм. Сейчас разберемся. Я знаю свою тропку из теней. Надеюсь, что меня никто не видел. Меня не заметят. Так, убей тингеров. Они слишком подкрепились. Нужно подкрепление. Готовьтесь. Отлично. И теперь быстрая атака Каманчина. Выходим к точке. Разведываем. Очистить ракеты. И кончить его. Качайте, скат-шторм, быстрее. Ну вот и все. Буквально атака с одного фланга. Авиация, опять же, и без проблем мы с ними разбираемся. Это ловушка. Всем подразделениям открыть огонь по самоубийцам. Подразделение потеряно. Ребята упорно рвутся к нам на базу через мост. Потому что здесь-то все уже уничтожено. Потеряли мы двух бульдозеров. Все-таки они их нашли. И теперь пытаются здесь вот по дну реки, как видите, поплыть к нам на базу. Но ничего у них не получается. Стелсы уничтожают. Это такая вот нехитрая оборона. А можно парочку снайперов, кстати, сюда переместить. Для того, чтобы они их отстреливали на берегу. В принципе, бой уже сделан. Мы уничтожили скат-шторм. Самое опасное, что здесь было. Врагов. Теперь уничтожили завод, чтобы они могли производить технику. Все остальное. Черный рынок, который дает ресурсы. Постоянный приток ресурсов. Опа-опа-опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это по нам достают стингеры. Кончайте, Команчик. Здесь слишком много этого дельминца сконцентрировалось. Так, очень неудобный экранов с половиной. Если бы так нельзя было крутить камеру, я бы и не смог даже эти Команчи отсюда вывезти. Ушление за границу экрана. Вот две позиции стингеров, это плохо. Здесь бы, конечно, разобраться с ними с помощью стелсов. Давайте-ка и разберемся, что они здесь просто так простаивают. Подкрадемся и уничтожим их. Мы подогнем! Этих ребят мы уничтожим. С помощью штурмовиков А-10. А вот этих уничтожим. Залпным ударом Команчи. Непонятные подлагивания начались. Даже не знаю, с чем это связано. Спили все-таки один вертолет у нас. Но кончайте их, в принципе, здесь уже не осталось. Фактически никаких сил способных нам нужно стоять. Есть здесь еще несколько позиций стингеров, которые мы сейчас уничтожим. Подразделение потеряно. Ой-ой-ой-ой, по снайперу начали стрелять, а не лой-ой-ой. Так, со стингерами мы тоже разобрались. База была довольно-таки большая, я бы сказал. И еще вражеские стингеры. Выстрел! Меня не заметят. Разведаю. На поле брони! Одни сестра и удава! Снимем всех! Ну вот так и вот была молниеносная атака. Пытается, кстати, они еще отстроятся даже. Никак не успокоятся, ребята. Хотят победить. Покончим с ними! Но все их потуги бесполезны. Пиши воды! Вот, собственно, осталось несколько у них буквально туннелей, пару баги. И вся их база будет сокрушена. Мы победили! Вот и все. Довольно интересная была миссия. Вторая половина, конечно, была быстрее, чем первая. Первая половина, это была именно подготовка. Вторая часть видео, непосредственно сам экшен. Много было здесь действия, мало тактики. Хотя, с другой стороны, я уже предусмотрел изначально, каким образом мне можно все это дело будет разрулить. Если бы я пошел через танки, как вы понимаете, нельзя было здесь бы просто прорваться физически. Огромный напор вот этих вот смертников, скорпионов, баги, техников, зениток. Вся база, полностью застроенная туннелями и стингерами, не позволили бы мне успеть прорваться до запуска Сказшторма. А Сказшторм, уничтожив мою основную базу, отрезал бы мои войска и от снабжения, и от возможности пополнений. Вторым бы залпом уничтожил бы мою вторую базу, и на этом все было бы закончено. Я бы просто к нему не смог бы подобраться. Через авиацию на этой карте, в этой миссии играть обязательно, для того, чтобы победить гарантированно. Ну и еще, естественно, как вы правильно этой авиацией распорядитесь, можно просто бездарно слить всех стелс-истребителей, и на этом ваша миссия будет закончена, потому что пополнить их уже будет не на что. Средств на этой карте очень мало, и пока вы не захватите контроль над нефтяными скважинами, над нефтяными вышками, постоянный стабильный доход вы получать не будете. ГЛА я здесь все-таки превзошел по ресурсам. Значительно больше войск уничтожил зданий. Я уничтожил также значительно больше, они вообще в моих зданиях не смогли уничтожить ни одного. Вот такой вот, собственно говоря, получился бой. Имейте в виду, когда вы будете проходить эту миссию, если вы будете генералов переигрывать, подобной тактикой, используя авиацию, вы сможете на максимальной сложности здесь победить и пройти дальше. Что будет в последующих миссиях, мы увидим далее. На сегодня, я думаю, что стоит видео закончить. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео свои конструктивные комментарии. И небольшое еще объявление. Завтра, скорее всего, из игры War Thunder я выложу обзорное видео немецкой ветки танков. Посмотрим, насколько они красивее, реалистичнее. И детализирование танков компании Wargaming. И вообще, кто из них на данный момент по уровню детализации лучший. Ну, а потом, я думаю, что покатаюсь я на средних танках немецких в аркаде, чтобы визуально увидеть, на что же способны машины гайдзинов. И, скорее всего, буквально через несколько дней я также начну прохождение, совместное прохождение с Ягмортом, коллективные игры Сёгун 2. Многие просили меня пройти кампанию за какой-либо из домов из оригинального Сёгуна 2, не из дополнения по Денисамураев, а именно из оригинального Сёгун 2. И, к тому же, многие просили, опять же, пройти именно коллективную игру. Надеюсь, что мы удовлетворим желания и тех, и других категорий зрителей. И все получат удовольствие от нашего прохождения. Естественно, пройдем мы игру на безумной, там, максимальной сложности. Не помню, как она там точно называется. То ли максимальная, то ли легендарная. Ну, в общем, такие вот, ребята, дела. Надеюсь, что увидимся в следующих видео, в следующих прохождениях. Ну, и, конечно же, в Генералах всем удачи. С вами был Крестоносец. Пока.